Ребята, привет! Итак, сегодня я сразу расскажу, что будет в видео. Смотрите, во-первых, для новичков, сделая такое введение, расскажу, что вообще за криптовалюты, как на них зарабатывать, на примере биткоина расскажу, почему мне удалось за прошлый год заработать больше 10 миллионов рублей и плюс выйти именно на пассивный доход, ту цель, которую я ставил себе, выйти на пассивный доход больше 200 тысяч рублей в месяц. Плюс еще и зарабатывать именно на технологиях, на децентрализованных технологиях, на тех технологиях, которые используют определенные криптовалюты, в частности, на технологии стейкинг, плюс на том, что я поставил себе ноду, тоже зарабатываю, на раздаче памяти, на VPN, в общем, на всех технологиях, которые я изучал эти несколько лет, я поставил себе цель зарабатывать и обучать других людей. Первая волна обучения уже прошла, ребята, которые заходили и обучались, они вышли тоже на заработок. Мы ставили цель такую, дойти до пассивного именно дохода, с криптовалют, именно с технологией блокчейн, до 100 тысяч рублей в месяц. Большинство, ребята, это сделали, кто-то даже там несколько раз это все, эту сумму увеличил, но сейчас не об этом, ребята. Давайте, я сейчас все-таки, наверное, запущу в ближайшее время, отдохнул чуть-чуть, запущу второй этап обучения, и пока это будет такое вводное, чтобы вы понимали, чтобы именно для новичков те вопросы, которые нужно закрыть, и понимание, чтобы вы получили именно в криптовалютах, и дальше смогли это использовать в своем заработке, чтобы построить правильную стратегию, чтобы вы там в течение нескольких недель, месяцев, может быть, лет выстроили себе именно стратегию. Правильно, чтобы увеличивался ваш доход, чтобы вы выходили на пассивные способы заработка, через изучение технологий. Почему биткоин, почему, опять же, блокчейн, потому что это децентрализация, потому что мы избавляемся от всяких посредников. Здесь, поэтому можно и зарабатывать такие хорошие суммы, потому что нету такого, как ты приходишь в магазин покупать, это такой самый, наверное, примитивный пример, да, и какую-нибудь вещь, а там за ними стоит, за этой ценой, ты смотришь цену, а тот же там какой-нибудь производитель, я не знаю, картошки или яблок продает там по рублю, а мы покупаем по 100 рублей, потому что там целая цепочка посредников. Блокчейн, криптовалюты, они дают возможность убрать всех этих посредников, и люди, которые изучают эту технологию, они начинают зарабатывать именно все там 100% денег, ну пусть 90% денег, а не какие-то там 10%, которые остаются после того, когда там куча всяких посредников заберут себе эти деньги. Ну, я думаю, это всех уже достало, поэтому многие сейчас изучают именно технологии, там блокчейн, криптовалюты, все сюда заходят сейчас очень много. Итак, ребятки, давайте тоже, чтобы было интересно, давайте в таком виде диалога проведем сегодня видео, и чтобы вам было тоже интересно отвечать на вопросы, писать комментарии, скажу сразу, что проведу конкурс, как только там наберется 50 комментов и 50 лайков, разыграю нескольким ребятам, ну по количеству лайков, например, там криптовалюту, которую можно отправить, чтобы вы сразу понимали и получали выгоду с этого, криптовалюту, которую можно отправить в стейкинг и получать именно пассивный доход. Давайте, ребята, сразу начнем с того, что мне больше всего привлекает. Я думаю, и вас это пассивный доход, да? И в криптовалютах это можно сделать при помощи, ну, например, давайте на биткоине разберем. Биткоин, как его можно заработать? Во-первых, смотрите, сразу обсудим, что такое волатильность. Многие спрашивают, что такое волатильность. Если простыми словами, волатильность это изменение курса биткоина. Например, здесь он стоил там 7 тысяч долларов, да, тут уже 6, тут 15, тут он доходил до, по-моему, 67. Смотрим, да, 65 видно, ну, вот, нет, 67. Ну, короче, не будем заморачиваться. Волатильность это изменение курса биткоина, ну, криптовалюты. Волатильность это изменение курса криптовалюты, потому что во времени он меняется. Это вы должны сразу понять. Смотрите, давайте сразу тогда, и такой интересный вопрос. Вот многие новички сразу, когда покупать, например, криптовалюту, опять же, на биткоине смотрим, когда ее продавать, чтобы зарабатывать? Смотрите, большинство людей совершает глупую такую ошибку, но, тем не менее, они тем самым и не дают себе возможность, лишают себе возможности зарабатывать хорошие деньги в криптовалюте. Многие, там, читают, что вот, кто-то, там, купил, там, криптовалюту, и тут она начала расти, и он заработал, там, 10 раз больше, там, 5, там, или 3 раза. Но, смотри, смотрите, друзья, что происходит. Важно понимать то, что я всегда вам говорил, что важно обращать внимание на свои эмоции. На каких эмоциях вы совершаете, ну, принимаете решения и действия, какие совершаете. Смотрите, 90% людей покупают криптовалюту тогда, когда она начинает расти. Вот, смотрите, как только начинается рост, люди, например, вот здесь вот человек взял, закупил, там, 44 тысячи долларов. Что он делает дальше? Он сидит, ждет, она растет, он думает, вот, круто, он может еще докупать, 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 докупать. Потом идет, естественно, обвал криптовалюты. И он сидит, думает, ну, здесь, как бы, я уже что-то потерял, здесь я подожду, сейчас она начнет, может, расти, ведь, видите, как пики, они то растут, то падают, там. И он думает, что она будет расти бесконечно. И, естественно, начинает все падать, падать, и тут он уже потерял свои деньги. Например, он покупал, там, я не знаю, там, по сколько, там, по 44, тут он, тут уже 37. И он решает, смотрите, тоже, какая ошибка большинства ребят. Они берут и продают себе без, ну, убыток. То есть, они купили по 44, например, продали по 37, потеряли, там, какие-нибудь, там, 5-7, там, тысяч долларов. Что происходит, смотрите, чтобы здесь вы понимали эмоции, есть даже такой сайт, называется, индекс страха и жадности. Вот, например, смотрите, сразу понимаем, что здесь сейчас показывают экстремальный страх, 20. Смотрите, что происходит на рынке. Люди начинают, падает курс, люди начинают продавать. То есть, смотрите, чтобы вы понимали. Есть такое правило, там, миллионеров, миллиардеров, это еще на фондовых рынках, на других рынках, вообще на любых рынках. Покупай на страхе, продавай на жадности, вы уже поняли. То есть, когда страх, когда все продают, курс, естественно, падает. И люди теряют деньги. Курс упал, здесь можно купить по хорошей цене. Например, здесь, вот, смотрите, упал, там, курс, например, до 30, там, двух. И он отрос до 67. То есть, кто здесь купил на страхе, когда все продавали, он покупал. И таких, ребят, оказывается, опять же, такой, ну, такая статистика. 10% владеют 90% денег. То есть, вы теперь понимаете, что когда все продают, они покупают. Покупают по низкой цене, потому что все продают, курс, естественно, обрушивается. Они покупают по дешевке и продают дальше на таких хаях, как называемых, когда начинает расти. Почему начинает расти монета? Смотрите, вы же сами понимаете, что в основном все растет на новостях. Вы сами видели, как тот же, там, Илон Маск делает твит и, там, улетает в космос какой-нибудь курс до Гикоина, там, или еще каких-нибудь, там, акций. И вы сами понимаете, да, у того же Илона Маска, например, я думаю, тоже вы видели, там, какое количество биткоина. Тоже посмотрите, вам для интереса будет. Вот смотрите, первый вам вопрос задаю. Вот как вы думаете, те ребята, которые, ну, например, там, какие-то там звезды, какие-то там кумиры, которых там большое количество подписчиков, они влияют своими новостями, своими какими-то твитами, какими-то там роликами, какими-то сообщениями на то, что у людей возникает желание, вот жадность просыпается, да. Здесь сейчас страх экстремальный, а там, может, у них проснуться экстремальная жадность. Как вы думаете, напишите в комментариях, опять же, будем такой диалог вести. Если, например, Илон Маск делает твит о том, что он купил биткоин и им теперь можно будет расплачиваться, например, за машины Тесла. Повлияет это на рост курса? Побегут люди покупать? Ну, я думаю, вы все там уже правильные ответы написали в комментариях. Идем дальше, смотрите, ребята. То есть, вы понимаете, да, основная такая задача психологии, чтобы вы поняли, и вы, ваша основная задача, чтобы зарабатывать на хорошие деньги на рынках, на криптовалютах, вам нужно понимать, что происходит сейчас, даже смотря просто этот индекс страха и жадности. Если сейчас максимальный страх, то вы сами должны понимать, те ребята, которые владеют 90% денег, и которые там миллионеры, миллиардеры, они, скорее всего, сейчас закупают. Все остальные 90% сливают за бесценок те монетки, те там акции, без разницы, которые они покупали, возможно, даже там на хаях, на каких-нибудь там 60 тысячах долларов. Тут же тут тоже кто-то покупал, вы сами понимаете. Сейчас большинство из них начинает продавать это. То есть, отдавая ту вещь, которую они задорого купили, тем ребятам, которые готовы у них купить, которые не боятся, да, у которых нету страха, которые не подвержены каким-то эмоциональным всплескам. Смотрите, ребята, так, насчет волатильности я рассказал, насчет того, когда покупать, когда продавать, и как это связано со страхом и с жадностью я рассказал. Я не буду затягивать там сегодня видео это. Смотрите, я расскажу про монеты, и как я монеты выбирал, и как я выбирал монеты, на которых в основной мой заработок строится. Смотрите, и как я рассматривал, опять же, смотрите, в биткоин есть еще такое понятие капитализация. Смотрим, здесь 763 миллиарда. Теперь смотрим, что это вообще такое капитализация. Опять же, там, ну, совсем, это такое, как это называется, если совсем простыми словами, это столько, сколько денег влита в данный актив там или пассив, без разницы. То есть, это те деньги, которые сейчас вращаются. Вот количество есть монет, и есть, ну, ее стоимость. То есть, сейчас, если бы продать все биткоины, которые есть, ну, если простыми словами, то это вот стоимость, это рыночная капитализация этого актива биткоина. И теперь смотрите, опять же, для новичков особенно, как выбирать. Многие там сразу новички покупают биткоины, там, эфир, там, где большая капитализация, где очень, ну, здесь уже там, понимаете, чтобы сделать, например, биткоину там 10 иксов, то есть, вы понимаете, сколько нужно этих биткоинов там купить, чтобы пошел рост курса, и какая стоимость, ну, какая капитализация должна добавиться. То есть, вы сами понимаете, для того, чтобы рос курс, надо очень много денег влить, это так, простыми словами. Ну, а если выбирать монеты с маленькой капитализацией, с большим потенциалом, вот как я делал, там можно делать и хорошие иксы, и зарабатывать, и на стейкинге, и другие виды заработка там, опять же, использовать. Я считаю, что, ну, я, например, выбирал те монеты, те проекты, которые, как минимум, там, 2-3 способа заработка, чтобы можно было и ноду поставить. Мне всегда нравится, когда в проекте на криптовалюте какой-то есть несколько видов заработка. Чем больше видов заработка, тем больше возможностей зарабатывать и увеличивать. По сути, я отношусь к тому, как зарабатываю денег, это как к выращиванию дерева. То есть, нужно посадить себе дерево такое финансовое, и чтобы оно потом, да, даже там, если мы его и не поливали, даже просто пусть дождик идет, и оно приносит нам пассивный доход. Я думаю, с этим всем понятно. Поэтому, смотрите, есть, опять же, на примере биткоина, у него есть способ здесь заработка пассивного. Это только если поставить свою майнинг-ферму. Майнинг-фермы, вы сами понимаете, стоят очень дорого сейчас. Так, ребята, давайте, да, в комментах напишите, кто, может, кого-то есть знакомый, может, кто-то майнит. Напишите примерно среднюю цену этих майнинг-фермы. Ну, я примерно знаю, поэтому я и себе их и не покупал. Тоже напишите свой опыт насчет, и ваше мнение в комментариях насчет майнинг-фермы. Как вы относитесь? Можно заработать? Сейчас нет. Кто-то говорит, что нет. Кто-то, ну, говорит, что там целые заводы скупают в Китае, там, серьезные вложения, и что уже с небольшими деньгами туда не влезть. И поэтому, смотрите, майнинг – это такой консенсус, называется proof of work. То есть нужно оборудование, которое там выполняет определенные операции, и за это вознаграждаются они там конкретно биткоином в биткоине. Но сейчас более такой современный консенсус – это proof of stake. Он тоже вознаграждается монетами. Это тоже такой, можно назвать, пассивный доход, стейкинг. Когда ты покупаешь монеты определенные, отправляешь в стейк, замораживаешь их, тем самым как бы убираешь из рынка эти монеты, и тебе за это проект или эта монета выплачивает там пассивный доход. Я использую такой метод. Для этого не надо никакие там майнинг-фермы покупать, вкладывать миллионы, миллиарды. Можно начинать вообще там с копеек, там нескольких рублей, можно купить там одну-две монеты, кинуть на стейкинг и получать каждый день доход. И плюс там можно его реинвестировать, увеличивать там за счет там сложного процента, можно добавлять там стейки, разгонять постоянно. Можно там увеличивать доходы, ноды ставить, все это как бы там партнерские программы, все. И вы сами знаете, это все постепенно я вам буду рассказывать, раскрывать там на примере конкретных проектов. Плюс, опять же, буду давать вам определенные монеты конкретные, определенные там какие-то там задания, будем конкурсы устраивать, и будет именно практическое обучение. Не будет такого, что вы теорию послушали, как у некоторых там на каналах, и пошли себе дальше думать, что нам тут рассказали. Сразу послушали, сразу применили, получили именно денежку сразу. Не то, что там как бы там теоретически вы, конечно, там все знаете, но денег нет. Моя цель научить вас выращивать именно такое денежное дерево, которое будет вам даже там трудные минуты, нетрудные, там легкие, веселые минуты давать вам постоянно доход. А не только, чтобы вы доработали ради денег. Ну, такое есть понятие, очень мне нравится, что деньги должны работать на человека, а не человек на деньги. Поэтому, буду делиться своим опытом, буду обучать вас, все это будет в игровой форме, и плюс будет много всяких интересных, так сказать, конкурсов и мотиваций для вас. Поэтому, ребята, давайте, смотрите, напишите комментарий, кто еще не написал, расскажите, как вам такая вообще идея. Опять же, все эти комментарии ваши будут участвовать в конкурсе, чтобы было, опять же, интересно, весело и не скучно вам смотреть. И, кто не подписан еще на мой телеграм-канал, подписывайтесь тоже. Здесь очень много проектов интересных, которые не успеваю записывать видео. И, смотрите, конкурс. Для того, чтобы участвовать в розыгрыше монет, которые можно отправить в стейкинг и зарабатывать уже пассивный доход там на следующий день, вам нужно поставить лайк под видео, подписаны быть на мой ютуб и телеграм-канал и написать человеческий комментарий. Не нужно там спамное из двух слов, из трех. Напишите то, что вы думаете про эту идею. Посадить денежное дерево на крипте, на блокчейне и выращивать его, увеличивать постоянно доходы и постоянно изучать какие-то там новые возможности и получать все больше и больше источников дохода. Это моя цель. Я буду вам ее транслировать. Кому это понравилось, добро пожаловать в команду и будем выращивать это дерево. На этом все, друзья. До новых встреч!